Глубоко уважаемый Президиум, коллеги, разрешите поделиться собственным опытом применения эребулина в условиях реальной клинической практики. Рак молочной железы, он занимает лидирующее место в онкологической заболеваемости женщин, как в России, так и в экономических развитых странах. Ежегодно более 1 миллиона регистрируется новых случаев рака молочной железы. На данном слайде представлена динамика заболеваемости рака молочной железы среди женщин в Республике Карелия. Видно, что заболеваемость существенно выросла, при этом пик заболеваемости пришел на 2014-2015 год. И по последним данным показатели у нас составляют 50 на 100 тысяч населения, что превышает общероссийский показатель. По России это 45. Метастатический рак молочной железы это хроническое заболевание и основной целью терапии которого является это продление жизни пациентки и при этом сохранение качества жизни пациентки. Выбор системной терапии в любом случае основывается на биологических потипах опухоли, но при этом химиотерапия остается значимым и неотъемлемым этапом лечения при любом биологическом потипе. За последние годы появление новых и эффективных препаратов с цитостатическим механизмом действия это явление редкое, но очень востребованное клиницистами, особенно в лечении метастатического рака молочной железы. За последнее время у нас появился такой препарат эребулин, это аналог алихандрина, который был выделен из морской губки. Препарат относится к метатическим ядам, он подавляет полимеризацию микротрубочек, что приводит к секвестрации тубулина и образованию его неактивных агрегатов, что в итоге нарушает процессы пролиферации опухолевых клеток. На основании данных клинического исследования третьей фазы Эмбрейс препарат был одобрен FDA в 2010 году. В России препарат эребулин был зарегистрирован в 2013 году, у нас в Карелии он стал применяться с 2016 года. За это время у нас 13 пациенток получили лечение эребулином в случае метастатического рака молочной железы. Проведен был ретроспективный анализ, в который были включены данные 13 пациенток с метастатическим раком молочной железы, предлеченные антрациклинами и токсанами, которые получили не менее двух циклов эребулина в реальной клинической практике. На сегодняшний день 7 пациенток завершили лечение, 6 продолжают терапию. Целью данного анализа служила оценить переносимость препарата и оценить эффективность эребулина у пациенток с метастатическим раком молочной железы именно в реальной клинической практике. Все пациенты имели морфологически верифицированный диагноз, известный биологический потип опухоли. Все на момент включения начала терапии имели удовлетворительную функцию печени, почек и костного мозга. На данном слайде представлена подробная характеристика пациенток. Можно обратить внимание, что средний возраст у нас составил 53 года, при этом все пациентки были удовлетворительного состояния. Преобладал гормонопозитивный вариант, это 6 пациенток, 3х негативных 5, и пациентки с хероположительным раком было двое. Число зон поражения диапазон от 1 до 6, при этом более 3 зон поражения имело 6 пациенток. Более 77% имели висцеральные метастазы. На данном слайде на диаграмме представлено опять же то, что это преобладал гормонопозитивный рак молочной железы. Пациентки с хероположительным раком молочной железы в данном у нас получали лечение рибулином в комбинации с ростозумабом. По локализации метастазов это преобладали легкие печень и одоленные лимфатические узлы. При этом две пациентки имели место и с поражением головного мозга. Все получили предшествующие антрациклины и токсаны, также капицитабин некоторые получали, винарельбин, ТДМ-1, талазапарик. Препарат пациентки рибулин назначался преимущественно во второй-третьей линии терапии. Получили они от 2 до 13 курсов химиотерапии. Переносимость была при этом удовлетворительная. Преобладала именно гематологическая токсичность, но при этом фибрильной нитропинии у нас зарегистрировано не было. И обращает внимание на то, что периферическая полинейропатия встречалась у нас чаще, нежели по международным данным, и составила 23%. По международным данным это где-то в районе 7%. Основной причиной отмены препарата послужило прогрессирование заболевания. Это было 3 случая. Вторая по частоте это было нежелательное явление именно нейропатия у двух пациенток. Одна пациентка пожелала завершить лечение, получив 13 циклов химиотерапии рибулином. И одна была переведена на гормонотерапию также по желанию пациентки. По эффективности здесь был в настоящий момент оценен у 10 пациентов. Полной регрессии мы не наблюдали. Частичная регрессия была в одном случае при случае трижды негативного рака. Чаще всего встречалась стабилизация заболевания у 6 пациенток. При этом стабилизация заболевания более 6 месяцев наблюдалась у 4 пациенток. Три пациентки запрогрессировали и при этом контроль роста опухоли у нас составил 70%. А частота клинической эффективности это объективно ответ со стабилизацией более 6 месяцев 50%. При этом если вернуться к предыдущему слайду, то можно увидеть, что в принципе у нас эффекты получились как при гормонопозитивном, так и при трижды негативном раке молочной железы идентичные. Таким образом проведенный анализ у нас установил, что применение рибулина именно в клинической нашей практике он позволяет достичь контроля роста опухоли в 70%, частота эффективности 50%. При этом эрибулин показал свою эффективность как при гормонопозитивном варианте, так и при трижды негативном раке молочной железы. Хорошая удовлетворительная переносимость. Фибридная нитропиния, опять же повторюсь, у нас не встречалась. Но при этом обращаю внимание, что встречалась периферическая полинаэропатия, которая была выше, нежели по международным данным. И в качестве примеров, клинический случай, это пациентка с трижды негативным биологическим потепом рака молочной железы. Женщина молодая, 73-го года рождения. В июне 2014 года был диагностирован рак молочной железы первой стадии. В июне 2014 года была выполнена подхожная мастеректомия слева. Гистологические получили протоковый рак молочной железы без поражения лимфоузлов. Иммуногистохимические, это опухоль трижды негативная. Индекс пролиферативной активности 26%. В одеванте получила 4 курса АЦ. Мы также столкнулись с тем, что у пациентки произошел ранний рецидив в сосково-орилярной зоне слева. Гистологический был доказан. Было выполнено широкое сечение мягких тканей, но гистологически мы получили фиброаденоматоз. Были пересмотрены цистологические стекла, при этом все-таки наши цитологи утверждали, что это высокодифференцированный железистый рак. Прошла она по поводу рецидива 4 курса химиотерапии комбинации с доцитокселом. Второй рецидив в этом же году, в декабре, метастаз на ключичный лимфоузел слева. Он также был цитологически у нас доказан. Получила химиотерапию с декабря по апрель 2016 года. 17 введений по клетоксела еженедельно. И далее полиативный курс лучевой терапии. Остолосинтеграфия показала, что имели место участки гиперфиксации. Была рекомендована терапия без фосфонатами. И в марте уже случилось прогрессирование. Это появился метастаз передним средостением. И увеличенные внутригрудные лимфоузлы. И поражение в полости перекарта небольшое количество жидкости, что видно на данном слайде. И теперь вопрос к аудитории. Ваше мнение относительно дальнейшей тактики ведения пациентки. Еще раз повторю, что это молодая женщина с трижды негативным биологическим потипом опухоли, предлеченная антрациклиновыми антибиотиками и токсанами. Как бы вы в данной ситуации поступили капицитабин и рибулин препараты платины? Ну, практически получилось одинаково. То есть здесь можно рассматривать два варианта капицитабин или же рибулин. Все-таки больше получился рибулин. Мы выбрали, был рекомендован препарат рибулин. Суммарно пациентка получила 4 курса. Пациентка переносила неплохо. И по данным компьютерной томографии, была динамика у нее положительная в виде нормализации внутригрудных лимфатических узлов, улучшения состояния перикарда, но образование полости переднего средостения оставалось прежних размеров. Таким образом, общий ответ у нас получился с стабилизацией. Планировала в связи с этим продолжение химиотерапии. Пациентка подошла на прием перед 5 курсом химиотерапии, но уже с жалобами на периферическую сенсорно-двигательную нейропатию 2-3 степени. В связи с этим препарат был отменен. Пациентка получала лечение по рекомендации невропатолога. И на этом фоне проявления периферической нейропатии у нее регрессировали до 1 степени. Но мы выбрали капицитабин. Объясню почему. Пациентка молодая, активная, с малым, скажем так, ребенком, и предлеченная была активна все-таки токсанами. И развитие такой сенсорно-двигательной нейропатии 2-3 степени, мы уже не рискнули продолжить эребулин даже в редуцированной дозе. Поэтому был рекомендован препарат капицитабин. На сегодняшний момент она получила 3 цикла химиотерапии, и по результату компьютерной томографии стабилизация у нее сохраняется, и лечение она продолжит. Еще? У меня еще есть 2 клинических случая. Хорошо, что у вас есть 2 клинических случая, но время, которое было отпущено, оно и стекло. Поэтому я думаю, что надо обсудить этот случай, и этого будет, в общем-то, достаточно. Подскажите, пожалуйста, насколько я понял, у вас после 4 курсов проведенной терапии возникла сенсорная нейропатия, но в то же время вы достигли стабилизации у пациентки. Тогда все-таки хотелось бы более аргументированно понять, зачем была назначена еще одна линия терапии, потому как достижение стабилизации у 3-жды негативной пациентки и назначение в данном случае химиотерапии. Это вопрос, наверное, самый дискутабельный в дальнейшем, потому что мы, учитывая всю историю заболевания, ожидаем у нее прогрессирования, как таковое, которое может случиться в ближайшее время, и использование линии терапии с совершенно другим механизмом действия, в общем-то, на фоне стабилизации, лишает вас возможности в будущем применения именно этой линии терапии? Ну, в данной ситуации еще произошел такой момент, то, что пациентка одновременно выполнила ПТКТ, это уже в последующем, и одновременно с этим у нее все-таки очаги по костной ткани, они стали более активны. Поэтому в этой ситуации все-таки рассмотрели вариант именно продолжения химиотерапии, но уже в таком варианте, как капицитабин. То есть, пока рассматривался вариант, что с ней дальше делать, было выполнено еще дополнительное исследование, и пациентка именно уже по костным очагам было решено, что все-таки продолжить ее оставить на химиотерапию, но не репулином, может быть, он уже тут не адекватен был бы, а именно капицитабином. То есть, вы расценили, как прогрессированный? В последующем же, да. Какие-то у вас комментарии? Скажите, пожалуйста, максимальное количество циклов химиотерапии у вас составляло 13. Да. А это определялось прогрессированием заболеваниям или же непереносимой токсичностью, или же просто наличием препарата? Вы могли бы продолжить назначение? В 13 циклов пациентка получила в случае уже… Там было такое, как желание пациентки, она немножко уже утомилась приезжать к нам, была достигнута стабилизация. То есть, был достигнут максимальный эффект, вы его закрепили. То есть, у нас есть несколько вариантов ведения пациентов. То, что касается химиотерапии, мы достигаем в среднем 6-8 циклов химиотерапии, химиотерапии, и если достигаем частичного или полного регресса, тоже стабилизации, 2 цикла на закрепление, мы не видим дальнейшего ответа, и мы прекращаем лечение. Это один вариант, да? Либо второй вариант – это до непереносимой токсичности. В данном случае переносимость препарата была удовлетворительна, но с учетом пожелания пациентки, в данном случае это тоже является один из аргументов, лечение было прекращено. А у остальных пациентов, все-таки, вы чем определялись в выборе количество циклов химиотерапии? 13 циклов – это было максимальное количество. А для других пациентов? У других пациенток ситуации были немножко разные. То есть, у двух случилось, как я говорила уже, осложнение, поэтому количество циклов, в данном случае получилось 4, в других где-то тоже 5 циклов химиотерапии рябулина, и лечение было завершено. Когда было 13 циклов, то пациентка пожелала завершить лечение, и в одном случае было перевод на гормонотерапию. Был достигнут максимальный эффект, и учитывая то, что пациентка была гормонопозитивной, решили завершить уже этап системной химиотерапии, достигнув максимального эффекта, и перевести ее уже на гормонотерапию. Ирина Михайловна, вот ты так поняла, что большинство пациентов на тот момент рябулина назначалась уже при практически исчерпанных возможностях лекарственного лечения, или сразу после антрациклинов и токсанов в качестве второй линии? Женщины здесь были молодые, как я уже говорила, и поэтому наиболее эффективная схема терапии по последним данным, она была у нас и рекомендована в качестве второй линии. То есть понятно, если пациентка, например, даже в одеванте у вас получала антрациклины и токсаны, был ранний рецидив, то вы могли назначать рябулины в первой линии. Я правильно вас поняла? И этим пациентам, вот то, что вы представляли данные, по этим пациенткам было ранее назначение рябулины максимально в ранних стадиях. Учитывая его эффективность в отношении общей выживаемости, особенно для трижды негативных пациентов. В последующем, например, у меня был пример, то, что пациентка с хер положительным раком молочной железы, у нее был достигнут, она только лишь завершила у нас лечение, достигнут был полный патоморфологический регресс опухоли. И пациентка запрогрессировала, и появились метастазы в головной мозге. То есть это произошло буквально в течение полугода после завершения лечения. И поэтому в данной ситуации был рекомендован эребулин в комбинации с трастазумабом. Но это получается первая линия метастатического рака молочной железы. Но если учитывать, что эребулин может назначаться и при местном распространенном процессе, а у пациентки была стадия 3С, то в качестве первой линии препарат был эребулин, назначен практически сразу. А облучение головного мозга было? В начале облучения, продолжение трастазумаба и эребулин в комбинации с трастазумабом. Спасибо большое.